здравствуйте снова с вами я ваша казачка давайте уже закончим разговор на то как нужно выбирать корову вот продолжим я продолжу свой рассказ мне осталось рассказать немного приезжая значит на место вы должны попросить хозяев чтобы они вам дали подавить корову вернее как пусть она сама дует хозяйка вот а вы посидите рядом и вы посмотрите сколько корова даст молока хозяйки вот почему не надо самому даете корову вернее как ее надо попробовать подавить просто чтобы посмотреть насколько легко надоется то есть вы сядьте там ну чуть-чуть там подергать ее вот а потом отойдите в сторону нам скоро у вас не знает вот и корова умные животные она вам молоко все равно придержит пусть дает хозяйка и вы посмотрите вот и спросить значит у хозяйки сколько она вообще коров дает молока она вам там скажет не выдаешь за день устанет рука вот вы смело отнимать от озвученной цифры ну литра два точно потому что если уж люди дали объявление продажи коров они будут расхваливать вот и обычно все привирают надо и все прибавляют на 2 на 3 литра если она дает 15 вам скажут 18 дает 20 вам скажут 22 это уже обязательно все естественно озвучивать максимальный надо и когда вся трава когда там в общем при идеальных условиях вот что корова дает вам это надо и озвучит поэтому я говорю не надо так на слово верить на эти надо и потому что вам говорят вот отнимайте там от двух до четырех литров вот потом еще я забыл сказать очень важный признак молочности коровы это вот молочная вена который подходит у неё к вымене на животе если она хорошо развит ее видно невооруженным глазом в ее никак не проглядите она такая знаете на животе как веревку такая извилистая вот если надо еще смотреть чтобы вы не хорошо значит были развитые вены на вымене у хорошей коровы очень хорошо видно приглядываться не надо они вам сразу броситься в глаза если вы видите вот этот признак хорошо развита молочная вена значит корова скорее всего будет хороший давайте сделаем вывод на что надо смотреть выбирая хорошую молочную корову нужно смотреть на форму ее туловище чтобы она была конусовидной с утолщением задней части вот нужно смотреть на форму ее вымене лучше чтобы она была тишевидная вот корова должна быть высокой на ногах это я уже говорила в предыдущем видео чтобы удобно к ней цеплять доильный аппарат вот нужно смотреть на эту вену про которую я вам только что сказала нужно смотреть чтобы шерсть была блестящая нужно конечно слушать хозяев что они там про нее скажут а и вот еще тоже один из важных вопросов вы спросите чем они у кормят и насколько корова отзывчиво на прикорм то есть насколько она добавляет молока если вы будете ее кормить например дробленкой потому что есть такие коровы которых корми не корми они стоят на месте и вам такая корова не нужна нужно чтобы корова была отзывчива на прикорм еще спросите насколько долго у нее вот этот вот ее период лактации и как она удерживает молоко то есть как она зимой сбрасывает молоко потому что обычно когда коровы с зеленой травы осенью становятся на сено они сразу сбавляют корме не корме как только они уходят сочного корма они резко сбрасывают молоко вот у меня корова галактина фрисская это вообще небо и земля она летом дает 36 литров зимой нам не дает хуже чем наша местная корова она дает ну 15 литров из она дает хорошо я не могу и обеспечить кормежку которая должна у нее быть я ее кормлю одинаково с другими коровами я этом даю допустим кашу запаренную там еще чего-то там бывает тыкву даю вот другие коровы прибавляют она нет то есть ей этого мало знаете как ну счет вы вот на эти все факты смотрите вот и я для иллюстрации всех своих слов все приходил утром доить коров я засняла видео там и про вены есть и значит проекта туловище про который я вам говорила и про морду и про шею смотрите надеюсь что вам это поможет вот а следующее видео я хочу заснять я хочу немножко рассказать о породах у меня конечно не все есть породы ну кое-что я про не знаю надеюсь эта информация тоже покажется вам полезно чтобы не быть голословной нужно еще обязательно смотреть вот эту вену вот она должна быть хорошо развита вот здесь вот должен быть такой карман вот вена и вот здесь вот вот это молочная вена называется вот это называется молочная вена она должна быть выпуклая вот она коровка молодая совсем вот она у нее уже заметно у старых молочных коров она вообще вот такая вот она очень выпирает это тоже один из признаков молочности вот смотрите где заканчивается хвост вот колено ниже колена воду почти до пола сантиметр на 20 не достает может 15 теперь еще смотрим корова должна быть девочкой молодой женщины вот если с людьми с людьми сравнение проводить она должна быть девочкой вот я сейчас показываю ноги посмотрите они у нее изящные она девочка если корова бык у него ноги такие мощные их видно вот это задние ноги они тоже изящные тонкая кожа у коровы вот у этой посмотрите маленькая голова люди старые еще говорят что надо в уши заглядывать типа если в ушах желтая сера то молоко будет жирная но насчет этого я не знаю вот это вот она вся эта коровка молоденький но она явная девочка смотрите еще чтобы ребра хорошо в стороны расходились вот она должна быть как сказать она должна быть по ребрам не худая не плоская не как рыба она должна быть ну такая круглая вот зашла моя корова бык на вену посмотрим чувствуете разницу вот она где должна быть вот она вена ее не видно совсем она не молочная корова она мало дает вот я такой не взяла если только на подсос ну может на базар вдруг у нее молоко жирное и вкусное но много она вам не даст вот он нету признака и вообще вся она какая-то гладкая жирная вот смотрите ребра хорошо не расходятся она быка сильно напоминает я боюсь отойти она сейчас если увидеть что я ушла она убежит у этой коровы толстые сиськи даже самый стакан до конца не налазит но все равно дует то есть они присасываются то что я говорила аппарат присасывается к любым сиськах толстых худым маленьким коротким вот явно выраженные вены про что я говорила вот смотрите видите как они какие они выпуклые их издалека видно они как ветки на животе у коровы они прямо в глаза бросаются вот это молочная корова она дает 36 литров на зеленой траве одно в ней плохо она телится летом и этой зеленой травы ей мало достается ворота галштина фрисская в принципе я и не довольна потому что эта корова выведена для фермы будете кормить сочными кормами зимой будет давать не будете кормить она будет хуже нашей местной вот еще раз смотрите какие вены вот вот это явный признак молочности корова галштина фрисская они худые я когда купила думала хозяева ее кормили плохо думаю я ее откормлю нет не получается у них конституция такая худая корова у нее огромное туловище большое вымя вот этот конституции а это две подружки стоят ждут когда я разрешу им зайти мы сейчас коров сарай под аппарат не загоняем они сами в очередь стоят вот это белая корова этой корова бык она старым отелом у нас в этом году ночью на следующий год на ли я не буду ее доить на подсос а вот это уже тоже вторым отелом черненькая это я брала ее на завод это привозная какая-то корова привезли с другой области к нам вот это ее дочка ну так она тоже сильно много не дает 18 ее потолок это наверно нет зато у нее молоко жирное если корова дает много молока вот как это который 36 у нее молоко жидкое его хорошо на молоковод сдавать где нужно вал молока понимаете чем больше молока сдам тем больше я получу денег по оптовой цене а вот если на базар или на переработку тот же самый сыр делать или сметану или творог у тех коров удойных вот который 36 дает очень маленький выход того же самого сыра невыгодно то есть коровы которые дают много лучше продавать их молоко именно молоком в жидком виде непереработная а вот эти вот которые дают мало у них молоко жирная сладкая ночью на базар то что надо из-за этого держу